В преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит ежегодную акцию «Внимание, дети!» В школах и детских садах Югры самые юные участники дорожного движения повторяют правила. Помогают им в этом сами инспекторы. «Весток» и «Жезл». «Жезл» и «Количник» и «Количник» и «Количник» и «Сотрудник» и «Госартоинспекции». Главная цель акции – уберечь детей от участия в дорожно-транспортных происшествиях. По словам инспекторов, с каждым годом таких случаев все меньше, но проведение таких уроков ПДД по-прежнему необходимо. Если брать статистику по ДТП с участием детей, то у нас каждое восьмое происшествие происходит с участием несовершеннолетнего в округе. По итогам пяти месяцев на автодорогах Югры у нас зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 65 детей получили у нас травмы различной степени тяжести. Двое деток у нас погибли, к сожалению. Летний период у нас характеризуется всегда всплеском происшествий указанной категории. Детки у нас выходят на улицу, предоставлены большей части сами себе, и это влечет происшествия указанного характера. В прошлом году у нас на небольшой процент дорожно-транспортных происшествий было больше, однако погиб всего один ребенок. Свои занятия инспекторы стараются проводить с играми и загадками. Так дети лучше запоминают информацию, которая в любой момент может стать жизненно важной. Можно? А ты представляешь, ты перебежал, а ты не успел перебежать дорогу и загорелся красным. Что это означает красным цветом? Стоять. Для пешеходов это означает стоп, это небезопасно, это опасно, едет машина, да? Нам очень полезны эти знания от сотрудников, идет преемственность, и дети узнают очень-очень-очень многое. Потому что если мы будем об этом говорить, мне кажется, информация будет доноситься, может, не так хорошо, а здесь уже сам сотрудник приходит, очень интересно привносит и увлекательно для детей. К таким урокам, когда готовишься, хочется что-то новое, что-то интересное вызвать, а самое главное – интерес и эмоцию. Когда ты видишь эмоцию со стороны детей, это так здорово, непередаваемые эмоции тогда, да? И себе ставишь такой небольшой зачет, да, сказать, да, на самом деле все было здорово и интересно, наверное, для детей, и самое главное – для себя. Еще раз, да, почувствовать вот эти эмоции от детишек. Это так здорово, когда дети улыбаются, у детей восторг, значит, они тебя воспринимают и слышат. В последние дни школьного учебного года такой урок провели для первоклассников 6-й школы Ханты-Мансийска. Но в этот раз инспекторам помогали и сами школьники. Ребята гордо называют себя юными инспекторами движения. И уже с малых лет готовы рассказать ровесникам о безопасности на дорогах. Во всех подробностях. Безопасность на дорогах – это проблема государственной важности. И мы, как и настоящие эидовцы своей страны, должны в этом помочь. Тогда за дело, не тратим время зря. Очень глупо БДД не соблюдать. Нас очень любят родители, и мы не хотим заставлять их страдать. Конечно же, мы приглашаем на различные мероприятия, которые у нас проходят в округе, и участвуют, и также вручают памятки и водителям. Мы напоминаем, когда водителю не инспектор ГИБДД вручает памятку, а ребенок подходит и говорит, пожалуйста, пропускайте пешеходов. Тут дети, школа. И водители очень рады всегда видеть эидовцев, особенно детей в форме, когда они с напутственными словами просят и говорят, что нужно соблюдать безопасность дорожного движения. Надо запомнить много знаков. Надо выяснить причину, кто прав, кто не прав. Надо выяснить, мы много чего делаем, и мы хотим донести всем, что это важно, полезно, чтобы они тоже знали, как правильно, допустим, переходить дорогу, кататься на велике в определенных местах. Кстати, присоединиться к этому движению может любой ученик. Если в школе есть свой клуб юных автоинспекторов, достаточно на таком уроке о своем желании сказать педагогу или пришедшему сотруднику службы. Благо, проводятся такие уроки в школах Ханты-Мансийска регулярно. Занятия дети ушли с маленькими, но приятными подарками. Хотелось бы вам пожелать, чтобы в эти летние каникулы вы и отдыхали хорошо, и соблюдали правила дорожного движения. Если бы вам дали баллончик с белой краской и право что-то им нарисовать на асфальте, что бы вы сделали? Не торопитесь с ответом. Правильный вариант уже выбрали первокурсники Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа. Теперь благодаря им на улице Энгельса есть напоминание для пешеходов о том, как правильно перейти улицу. Если честно, мне безумно понравилось, потому что все-таки у меня такой опыт впервые. Я никогда до этого не рисовала что-то вообще на асфальте, тем более дорожные знаки. И очень приятно, что я делаю вклад тем самым в право дорожного движения и сохраняю безопасность, может, чьи-то жизни этими знаками. Всем участникам дорожного движения важно не забывать о том, что опасность подстерегает их не только на пешеходных переходах. В основном у нас страдают дети-пассажиры, то есть это у нас является основной проблемой. В большинстве случаев водители перевозят своих несовершеннолетних пассажиров по правилам, но тем не менее случаются и такие дорожно-транспортные происшествия, где дети перевозились с нарушением установленных правил. По итогам акции сотрудники госавтоинспекции отмечают, что уже видят ее плоды. Школьники окружной столицы прекрасно разбираются в вопросе безопасности на дорогах. Я могу на одном примере рассказать. Мы приглашали второй класс одной из школ города к нам в музей, мы проговаривали с ними все возможные правила как для пешеходов, так и для велосипедистов. Единственный вопрос, который я задала в конце, я говорю, вы что-то новое узнали, они мне сказали нет. То есть при проведении профилактических бесед, они уже вперед госинспекторов, которые к ним приходят на беседы, начинают это все рассказывать, поднимают руки, они все все знают. Впрочем, правила дорожного движения как раз тот случай, когда повторение не бывает лишним. Я хочу обратиться и к водителям, потому что львиная доля происшествий у нас происходит по вине самих водителей, поэтому они должны быть предельно внимательны. С учетом того, что у нас наступило теплое время, дети все массово находятся на улицах, и поэтому водителям прежде всего надо быть аккуратным, в том числе перед передвижением в дворовых территориях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин